Наш доклад представляет Олег Придюк, Unity Technologies, и доклад называется «Чего стоит запуск браузерной игры на телефоне?». Поприветствуем! Привет всем! Я подготовил слайды, я подготовил демо, я подготовил интересную информацию, но прежде чем я даже представлюсь… Так, ладно, видео можем включать, хватит красоты. В общем, когда я готовился к докладу, ну, то есть, эта информация не секретная, ну, и я некоторые моменты уточнял в рамках, ну, просто в компании каких-то мейлинг-листов, да, и когда наш CEO Дэвид Хелгас, ну, увидел, он, то есть, моментально позвонил, говорит, слушай, есть месседж, который я вот хочу в Россию отправить, то есть, есть вот очень-очень-очень вот пара слайдов для вдохновения. Вот он мне позвонил, отдал слайды, говорит, обязательно-обязательно вот передай их в Россию. Передаю. Что хотел передать в Россию наш CEO? Во-первых, вот это. Эти данные собрали мы сами. То есть, в четвертой юнити опционально в мобильные игры вставляется некий код, который анонимно статистику отправляет на наши сервера. Но здесь данные финансовые, поэтому я не уверен, как их собрали, но Дэвид сказал, что собрали сами. Ну, пускай будет так. В общем, здесь классный слайд в том, что еще в прошлом году вот самая-самая-самая топ-гроссинг мобайл-гейм на ios'e она собрала, ну, вот, 100 тысяч миллионов, вот, всего, да? А уже в этом году самая топ-гроссинг-игра она уже соберет почти 400 миллионов. То есть, рынок растет огромными темпами и, то есть, рынок мобильных игр. И он приносит сейчас деньги, сравнимые с традиционно дорогими индустриями, такими, как кино или, не знаю, ну, АА-игры, да? Далее очень интересная параллель. Очень интересная параллель между играми и, опять же, традиционными дорогими индустриями. Идея в том, что вот Half-Life, то есть, период полураспада. То есть, период полураспада имеется в виду, когда контент начинает быть, ну, вот, ну, вот совсем-совсем неактуальным, устаревшим, неинтересным. То есть, для музыки это, ну, от 10 до 100 лет, да? То есть, битлок мы можем слушать, они, в принципе, будут, ну, окей, но, не знаю, что-то постарше оно уже, ну, будет совсем неактуально. Для кино 5-10 лет. Безусловно, есть классика, но, согласитесь, Чарли Чаплин, ну, вот, не знаю, ну, чего-то старое. Большие доступные игры 2-3 года, да? То есть, вот, период устаревания, потом хочется чего-то нового, потом как бы, ну, вот, плохо. Для мобильных игр этот период от полгода до двух лет. Что это значит? Это значит, что на рынке, на рынке, где контент остается актуален долгое время, производителей, поставщиков этого контента может быть очень мало, потому что там есть очень мало места, да? Ну, то есть, ну, то есть, контент актуален долгое время, его, ну, то есть, его долго используют. И период насыщения очень быстро приходит. Когда же, вот, голод свежего контента, он обновляется, вот, каждые, не знаю, 6 от 6 до 24 месяцев, то вот эта ниша, ее можно постоянно заполнять. И именно это вот та индустрия, где имя, бренд, наработки, опыт становятся менее актуальными. И это подсказывает, доказывает следующий слайд. По сути, самое главное здесь в том, что, так, мышка идет, мышь. Самое главное здесь вот этот столбик в том, что длинный хвост, то есть, часть заработанных денег вне первых топов, он растет. То есть, на рынке мобильных игр все становится все больше и больше места для, ну, не знаю, для вас, дорогие друзья, наверное, правильно? Или здесь есть кто-то из ААА индустрии, кто не хочет. Так. В общем, спонсор этих трех слайдов Дэвид Хелгасон. А теперь, в общем, с чувством выполненного долга можно и представиться, и дальше говорить от своего имени. Этот слайд уже более года кочевает из презентации в презентацию. В общем, это я. Для тех, кто меня не знает, я в Unity с тех пор, как Unity была маленькая-маленькая, то есть, в районе 200 человек. Это были времена Unity iPhone 1.1. И я был на стороне инженеров, в общем, занимался мобильными разработками для продукта. То есть, сначала iOS, потом Android. Я сам из Вильнюса и работал всегда в вильнюсском офисе. А, в общем, чуть более года назад наши бизнес-девелоперы обнаружили, что, во-первых, я могу говорить по-русски, почти без акцента. Во-вторых, у меня получается договариваться с русскоязычным населением, а у них не получается. И, в общем, меня отправили налаживать связи, путешествовать и быть неким промежуточным звеном между русскоязычным населением планеты и Unity. Этим и занимаюсь. То есть, я человек, который постоянно живет в самолетах. Иногда сходит на землю, чтобы почитать презентацию. То есть, я постоянно путешествую, разговариваю с людьми, разными, с разными компаниями. И в итоге, ну, то есть, у меня накапливается, кроме опыта по Unity, опыт и знания индустрии на разном уровне. То есть, меня как Bigpoint пускает, так, ну, и молодая инди-команда пускает к себе в квартиру, как бы показать, на чем они сейчас работают. Так, а теперь, о чем мы будем рассказывать? Ладно. О чем мы будем рассказывать? В итоге я расскажу и покажу, какие усилия, с точки зрения, какие инженерные усилия нужно приложить для того, чтобы запустить браузерную игру на мобильном девайсе. То есть, ситуация стандартная. То есть, когда вы, не знаю, месяцев 6-8 пилите игрушку для, не знаю, для браузера, для ВКонтакта, а потом приходят блоги и говорят, а вот теперь вы это все запускаете на iPhone. Поехали. Пара слайдов, проспонсированных нашим отделом пиара, но они важные, поэтому их я включил. Они просто показывают тренды. Тренд в том, что Unity, самим редактором, пользуется очень много. То есть, вот цифры показывают количество раз, когда сам редактор запускался в мире. То есть, ну тут большая цифра. В итоге, кстати, тоже свежая цифра. По нашим подсчетам у нас почти 2 миллиона регистрированных пользователей. Это те, кто когда-либо скачал редактор и залогинился в него. То есть, там есть кнопочка логин, если вы его покупаете. Там есть кнопочка логин. 400 тысяч пользуются Unity каждый месяц. То есть, development идет, очень много кадров. Количество пользователей Unity растет. Для вас, дорогие друзья, это значит, что специалистов найти легко, что их много, что, ну то есть, вот, не знаю, что это более-менее стандарт для разработки игр. И с ним, ну то есть, протестированы в битве много кадров на рынке. Им, в общем, можно пользоваться и не бояться, что вас не будут поддерживать. Вы не найдете помощи. Большое комьюнити, в том числе и русскоязычное. Закончим маркетинговые слайды. Галерея. Если кто-то туда не ходил, сходите. Можно отфильтровать наш отдел, на самом деле отдел пиара, самые красивые, интересные игры. Фичерит в этой галерее. Всегда можно посмотреть, вот, что красивого, хорошего, интересного, замечательного. Недавно анонсировала. Dreamfall Chapters. Если не видели, что это такое, посмотрите, эти ребята с Kickstarter. В общем, они на GDC показывали, что они сделали за три недели. Я был в восторге. То есть, вот это, это не скетч-арт, да, то есть, что здесь написано. Это живая рабочая сцена, они ее собрали за три недели. Ребят, по-моему, пятеро-шестеро. Как они это сделали, они сказать не смогли. Они скандинавы, то есть, ну, вроде должны быть медленные. Ну вот. Tessa Racing, красивая игрушка для мобилок, Badpiggis, The Room, Temple Run, все это на Unity. Я пытаюсь быстро перебежать к интересным слайдам. Здесь, то есть, что поддерживать Unity, вы наверняка знаете, помните. То есть, Mac, Linux, мобилки, консоли. Из интересного коснусь нашего партнерства с Facebook. Мы это недавно анонсировали, да. То есть, что такое партнерство с Facebook. Несколько уровней на самом деле. Во-первых, то есть, вот так, как вы рекламу в Facebook и Target, да, то есть, там люди от 18 до 24 мужского пола, возможно, интересующиеся играми. Теперь там появилась кнопочка, у которой установлен Unity Player, показать рекламу и как бы просунуть ему свою игру. Это раз. Два. Модальные игры Facebook, то есть, там, нагадить на стенку, позвонить другу. Теперь все эти кнопочки, они, то есть, игра из футскрина не выходит. Они показываются поверх оверлея. Улучшает user experience. И плюс Facebook декор странички. Не знаю. Навел марафет. В общем, теперь страничка предлагающая, то есть, даже дефолтовая страничка, предлагающая установить Unity Player, но она такая не страшная. То есть, там, Facebook говорит, не бойтесь, это не вирус, это не краян, там, не знаю, он не украдет данные вашей кредитной карты, там, не знаю, не уведет вашу девушку и так далее. То есть, инсталлируйте, все будет хорошо. Windows Home 8 в публичной бете, Windows Store Apps, то есть, для таблеток в бете публичной. Можно бесплатно взять, скачать. BlackBerry скоро запустится в бету. Кстати, тоже будет раздавать ключики на несколько месяцев. Если не интересует даже BlackBerry, можно зайти в бету, она тоже бесплатная, да, то есть, без каких-то фильтров попасть легко. Можно зайти в бету просто, чтобы взять длинный ключик на Unity Pro. Ну и, не знаю. Вот. Консольки. Все семейство Sony текущего и будущего поколения. Стационарные и мобильные. По договору мы обязаны поддерживать. Сроков, когда что-то будет, мы пока не даем. Условий денежных пока тоже не можем рассказать, потому что до сих пор Sony пытаемся обсуждать, что, как, где. Объясняем им, как нужно работать с инди-девелоперами. Наверное, одно из, один из плодов вы недавно видели в новостях, в том, что теперь не нужно платить много денег, чтобы на Vitu там как-то выйти. Так. Nintendo Wii U поддержку. Само Nintendo будет распространять редактор. И из новостей о новых платформах пожалуй, все. Так, разве я хотел об этом рассказать? Да, я хотел на самом деле чуть об этом рассказать. И как пример игры, которую мы любим запускать на всем подряд, это Shadowgun. Наверняка вы видели, или слышали его. В общем, это сложная 3D-шная игрушка, которую мы любим портировать на новую платформу, потому что у нас есть доступ к SRS, но она большая, красивая, сложная, хорошо выглядит. На анонсе Windows Phone 8 мы показывали deployment, то есть поддержку новой платформы именно с помощью этой игрушки. Окей, то есть видео нужно было бы просто для тех, кто не знает, чтобы показать, что игрушка сложная, красивая, большая, передачная. Так вот, ее запускаем на всем подряд. Почему и как это делается? А, кстати, заметьте, даже на телеках LG запустили. Телеки LG на самом деле там видеокарта Mali 400, то есть это уровень Galaxy S2, да, то есть не совсем убитое железо. Mali 400 вполне живая видеокарта, и даже в некоторых современных девайсах, то есть с этого года она все еще стоит. Nvidia Shield прекрасно работает. Oya, Xperia Play, GameStick и Wikipedia это игровые Android девайсы. На Flash, кстати, тоже когда-то давно, когда мы еще поддерживали Flash, ребята, то есть Adobe хотела что-то красивое, поэтому спортировали вот эту штуку на Flash совместными усилиями с Adobe. Тишина, наверное, нужно сказать про Flash, да? Ну хорошо. На то я просто заметил, то есть сказал про Flash и так оп, взгляды такие. Да, Flash мы больше не поддерживаем. Что это значит? Это значит, что мы не команда, которая занималась разработки новых фичей, то есть разработки самой платформы Flash, она сейчас занимается другими делами. Почему? Решение было сложное, это на самом деле первая платформа, которую мы вот так взяли и прекратили поддерживать. причины на самом деле были в том, что ну в общем мы не видели будущего в этой платформе и не видели поддержки со стороны Adobe в первую очередь этой платформы. То есть набор багов сложных, чтобы 3D красиво, хорошо работало, мы в итоге не могли нормально подчинить, потому что с той стороны их не не латают. Мы в итоге делали эти заплатки, но в итоге надоело и невидимо больше, что Adobe это разрабатывает. То есть не знаю, были слухи про то, что мы боимся конкуренции между нашим веб-плеером и флешом, но если бы боялись, мы бы не анонсировали поддержку флеша, правильно? Или найти в client, например. Поддержку найти в client мы тоже анонсировали давно но до сих пор это работает. Найти в client это когда в Google хроме можно запускать без флеша, без юнитива плеера игры. Ну нет, разные ниши, но вот флеш превратили поддерживать. Итак, итак, как происходит порт игры? Я обещал демку, я ее подготовил. Демка следующая. Эта штука разрабатывалась изначально для iPad 4 и Android можно сказать текущего следующего поколения. То есть это например Qualcomm чипы с видеокартой на Adreno 320 330. На 320 работает покажу кому интересно. штука изначально сделана для мобильных. Итак, выбираем Mac Switch Platform. Сейчас она была для Android. импортирует ассеты, то есть звуки, видео, переконвертация происходит правильно для того, чтобы Mac смог это прочитать. и подготавливает приложение, чтобы оно могло запускаться на Mac. Наверное, для уверенности, что это работает, я сейчас еще сделаю аппокат для Android и проект для iPhone. В общем, все. Не знаю, давайте покрасивее, чтобы разрешение было. Фантастик. У меня вроде мощная видеокарта. проектора. Я надеюсь запустится. Окей. Звуки все красиво работает да хорошо 60 fps of at new cap мы сделали что больше потому что на айфы на айосе если делать больше то там может дергаться картинка айос а снова импортируем оси Картинки, звуки, прочие детали. Звуки. Ой, что ж так долго-то? Ну, come on. Ладно. Пока он мучается, я расскажу, что такое сделать спорт. Не знаю, как по-русски, то есть спортировать, запортировать? Спортировать, пускай будет спортировать. То есть что такое спортировать игру? То есть Unity может совершить экспорт на разные платформы, то есть кроссплатформенная часть у Unity та, которую она понимает. То есть то, что создано в Unity, правильно, или то, что написано, грубо говоря, по сути на C-sharp или на JavaScript, то, что Unity может запускать на разных платформах. Unity использует Mono для запуска скриптов. Mono понимает, так как мы это сделали, понимает C-sharp и JavaScript. Mono, то есть сам runtime, он спортирован на все платформы, которые поддерживают Unity, кроме iOS и новая экосистема Windows 8. На Windows 8 скрипты запускаются родным .NET. Для iOS мы скрипты компилируем заранее, потому что иначе iOS не разрешают. Там лучше не стало. Стало. Что у нас iOS? Хорошо. Делаем проект для iOS. Он упаковывает сцены, ресурсы, картинки правильно в проект для iOS, в Xcode проект, который можно модифицировать, добавить внешние плагины. Это можно делать и в Unity, можно сделать с внешней стороны, просто как удобнее. И уже с Xcode можно запускать, бильдить на девайс. Для Android мы можем строить APK файл или можем строить проект для Android, то есть чтобы можно было, например, в Eclipse открыть. Так. И тоже дальше. То есть можно прикрутить дополнительные плагины в Unity, можно прикрутить в Eclipse. Ну вот все, проект. Теперь, то есть, если вставить iPad 4, то это допустим на 4 iPad и будет работать так же красиво. И, кстати, на native резолюции iPad это будет работать. И не тормозить. Так. И не знаю, продемонстрируем для уверенности на Android. Система та же самая, просто переимпорт проекта и дальше Unity можно все упаковать, запустить на Android. Можно выбрать формат текстуры, то есть для разных девайсов, потому что зоопарк Android он настроен на разных чипах. Так, билдинран, зря я билдинран сделал. У меня девайс не подключен. То есть, ну, он может как делать просто АПК-шку или проект, так и на девайс раз запускать. Окей. Хорошо. А, и проект, не проект. А пока мы хотим. Так, у нас осталось полчаса, поэтому дальше. Я думал, то есть, думал, как останется время, я или покажу вживую, или я скриншоты в слайде ставил. Ну, давай, жги. В общем, получится сейчас через минуту АПК-файл, который можно ставить на мобильное устройство. Ну, игра большая на самом деле просто. Там пара гигабайт. И из-за этого так не моментально. Хорошо. В общем, получается пока файл. Поехали с презентацией. Ну, ладно, мы часы будем бились. В общем, главная идея в том, что та часть вашего проекта, которую вы сделали в Unity, то есть сцена, да, то есть уровни, скрипты, которые не зависит от платформы. Вот получилось АПК, можно записать на андроиде. Ура! Где наши слайды? Та часть, которая в принципе может быть кроссплатформенной, ту часть по сути Unity и может переделать. Однако, то есть кроме геймплея, кроме то есть внутренних фичей движка, таких как лейтмапы, настройки звука, настройки физики, настройки света, у вашей игры наверняка будут части, которые зависит от платформы. Например, если вы делали игру для Facebook или ВКонтакте, там будет набор API, завязанных по этой платформе, да, то есть какая статистика, это социальные части. Они будут уникальны для каждой платформы. То есть если вы с кусками скриптов от Facebook попытаетесь запустить на iPhone, ну, не получится ничего, правильно? То есть там будет ошибка компиляции. Скомпилированные плагины, да, то есть бинарники, DLL-ки, для монетизации, опять же, социальные. То, что работает на iOS, не будет работать на Android, она уже сделана для этой платформы. Unity это скомпилировать для новой платформы не может. Правильно? Далее. Какие-то детали, которые, опять же, завязаны строго под платформу. Input. Когда вы делаете игру для браузера, вы делаете управление с помощью мышки и кнопочек. Если запустите это на iPhone, игра может, по сути, запуститься, но управлять вы ее не сможете. То есть нужно будет делать отдельное управление для iPhone. и перформанс, да, то есть производительность. Когда вы делаете игрушку для браузера, вы запускаете ее на своем десктопе или в редакторе Unity, вы смотрите, что она работала хорошо там. Что будет, когда вы это запускаете на iPhone? Ну, зависит от того, насколько старый у вас iPhone и насколько хорошо вы умеете делать игры. То есть по сути может быть сложно. И в плане производительности может быть сложно. И в плане количества дополнений переделок. То есть в плане того, что придется переписывать, окружать и вдефами, не знаю, или в дополнительные сцены, в отдельные проекты закидывать. То есть это приходит с опытом. Просто нужно понимать, что вы делаете и изначально делать хороший дизайн. Но в общем, в общем, получается, что от половины до большей части кода и ассетов оказывается кросс-платформен. И плюс мы делаем API общим для всех платформ. То есть если вы обращаетесь, например, к веб-камере на десктопе, то этот же самый код в этой же самой сцене будет точно так же работать на мобилках. Так. Меня подгоняет, поэтому я пытаюсь только самых важных деталей касаться. Хорошо, с этим понятно. тогда я попытался, то есть подбираемся к тому, о чем, собственно, я пытался в основном рассказать. Я взял проект, который наша команда, команда, занимающаяся, обучающими проектами. Если кто-то никогда не бывал в этой секции сайта Unity, побывайте. там много бесплатных проектов, много туториалов, то есть видео-туториалов, как эти проекты создавались, что внутри, можно их расковырять, сделать свою игру, продать ее за миллион долларов на базе этих ассетов. Все будет хорошо. Это, кстати, была не шутка. Мы распространяем эти проекты, то есть вы можете брать эти ассеты, делать свои игры. На самом деле на китайских апсторах очень много платных версий наших демо-проектов. Можете приобрести замечательные штуки. Хорошо. Я взял, я в общем взял этот браузерный проект, проделал с ним по сути, вот он, да? Да. Проделал с ним по сути ту же самую операцию, которую я только что показал вам с Chazen. и запустил на айфоне. Типа туман, типа темно. Ну да ладно, сконцентрируюсь на слайдах. Так будет быстрее, потому что у меня последние 20 минут. 18, 17, 16, да? Хорошо. Input. Игра была для десклопа, она понимала мышку, понимала клавиатуру. Мне нужно было сделать, чтобы она начала понимать один палец, который тыкает в экран. В итоге я залез на AsisTor, посмотрел, есть ли там что-то готовое, быстро поискал, там были огромные какие-то проекты. В итоге просто взял один из наших демо-проектов, забрал оттуда джойстик, по-моему, я его забрал из Angry Bots, демка, которая в стандартной поставке Unity идет. Забрал, то есть, текстуры для джойстик, для Thump, да? И пару кодов, и по сути код, чтобы их инициализировать, да? То есть, вот, в секции старт, инициализируем текстуры, и раскидываем их по разным концам экрана. Отлично. Далее, в стандартном лупе игры я просто проверяю. Так, если у нас, если не iPhone, то тогда используем кнопочку с клавиатуры. Если у нас iPhone, Android, BlackBerry, или Unity Editor, потому что я использовал для теста, то тогда используем джойстик. Вот, по сути, так было, так стало. Код просто и в деву не окружил. Далее. Далее, input, который получаем с джойстика, нужно было замапить, по сути, на тот код, который обрабатывал input с мышки и клавиатуры. Тоже, просто так. Этот код я тоже просто стащил с того же проекта, откуда стащил текстуры для джойстика. То есть, вот, забираем по ICX, по ICY и просто закидываем в ту часть кода, которая отвечала за обработку в, по сути, того же самого input с мышью и клавиатуры. Оп, все работает. Вся процедура, учитывая поиск текстур, заняла, ну, минут 10-15. Запускаем на iPad, все работает, уже управляется с тачей. Там еще были дополнительные кнопочки, то есть, там, чувак мог махать рукой, там, привлекать внимание, и была кнопка красца. Просто на, чтобы было быстрее на второй джойстик, там, если вниз, то он приседает, крадется, если вправо, то он там махает рукой, привлекает внимание. Элементарно, быстро, опять же, то есть, всего 15 минут для полной переделки input под тач. Притом, старый input на доступных платформах остался рабочим. Хорошо. Так, Прошел все по плеер-сеттингам. Все окей. Паблишем. Работает. Тут минимальные настройки на самом деле были. Это профайлер гимнс. На самом деле, я лучше покажу, потратим на это чуть-чуть времени. Идея в том, что и в редакторе, и на живом девайсе можно, а вот и текстуры, которые я стащил. и на живом девайсе, и в редакторе Unity можно смотреть, что сейчас происходит в игре, какие скрипты, какие функции обрабатывает процессор в данный момент времени, что происходит в видеокарте, чем у нас занято. Далее, сколько занимает рендеринг, сколько занимает в памяти, и самое главное, самое главное, в четвертой Unity появилась кнопочка «Посмотреть, что загружено». И в каждый момент времени, то есть, когда можно посмотреть, что у вас находится в памяти, сколько это занимает места, какие текстуры, да, то есть, с названиями всеми, какие меши. Просто, ну, видно, что съела память и почему игра вылетает на iPad. То есть, сейчас я запустил в редакторе. Точно такой же функционал, кроме профилирования видеокарты, доступен, если вы эту игру запустите на Android, на iPhone. То есть, редактор Unity подключается к девайсу через Wi-Fi, и вы можете профилировать, то есть, можете смотреть, и дебаггинг, кстати, дебаггинг скриптов происходит с помощью MonoDevelop, то есть, открывает скрипты, где там input, допустим, player input, movement, ставится breakpoint, можно подключаться к редактору, можно подключаться к девайсу, и вот скрипты, которые я показывал, то есть, на комменте не стоит breakpoint ставить, допустим, подключается редактор Unity, и можно дебажить. Привет. У меня удача презентационная, все поломалось. Когда Unity вылетает, выглядит это вот так. Это было почти запланировано, но выглядит красиво, правда? На самом деле, так не должно было. для тех, кто еще не понял. Похожая, похожая штука случилась на презентации Microsoft, недавней в Mountain View. Karma. Мы решили, что это Karma Microsoft, но, оказывается, здесь тоже Karma работает. Так, хорошо, профайлер, поехали дальше. То есть, отпрофилировали, посмотрели, что хорошо, что плохо, например, например, в этой игре я увидел самые большие ассеты, то есть, на самом деле, для скорости я посмотрел это здесь. Юритик, есть такая штука Player Lock, она есть на всех платформах, как на доступе, так и на мобилках. Там Unity, туда Unity пишет о том, что она делает, вообще, что происходит. Когда вы экспортируете проект для девайса, вот это для любой платформы, Unity выдает вот такую статистику, сколько, где, что, сколько, чего занимает. Тут очень видно, что 10 мегабайт занимает только уровень, да, то есть, статистическая, ну, скорее всего, это уровень, статическая модель. и текстуры. То есть, понятно, что если запускаете на слабом девайсе, нужно пройтись по этим текстурам, пройтись по текстурам, это происходит вот так, и просто проверить их разрешение. Для iPhone, это я стоял на таку же, 512, 1212, а, например, какие-то большие текстуры, там, вот, например, 1024, то есть, это текстура для одного из главных характеров. Она, то есть, по молчанию была 1024 на 1024. Для iPhone я сделал, чтобы она в два раза меньше была. Вот просто. И при этом для, то есть, в оригинальном проекте она осталась нетронутой, и для доступа она все еще будет большой. Вот, то есть, посмотрел, посмотрел в Playerlock, увидел, то есть, главное в Bottle Naked, еще этот Playerlock помогает, например, если, не знаю, и если ваш сам дизайнер решил, что вы хотите 10 вайф, вафф файлов по 50 мегабайт засунуть в мобилку. Очень легко об этом узнать моментально. Так, хорошо. Quality Settings. Идея в том, давайте мы еще сцену откроем, чтобы красиво было. Quality Settings можно для разных платформ выбрать настройки качества. Как глобальное разрешение текстур, так и критические настройки типа Anti-Aliasing, количество светов, Vertex Light, Pixel Light и LODE. Level of Details настройки. То есть, окей, берем доступный проект, настраиваем, убираем всю красоту, но зато запускается на мобилке. Хорошо. Далее. Далее. Кстати, вот, далее, далее, вот это окошко, кому-нибудь что-нибудь говорит, кто-нибудь здесь это видел? Отлично. Два Unity пользователя в аудитории. Вот, для всех остальных это профайлер, который встраивается прямо в наш плеер. У него очень маленький overhead, то есть, ну, понятно, когда профилируешь игру, то есть, вставляет дополнительные какие-то дополнительный код, из-за которого ваша игра работает медленнее. Так вот, этот страшный профайлер, который вот просто печатает с определенным периодом вот эти вот буквы и цифры на экран, у него очень маленький overhead. В итоге можно посмотреть критическую информацию очень быстро, понять, что происходит, где что тормозит. Например, быстро можно увидеть, сколько занимает ваши скрипты времени. То есть, если вы, не знаю, каждый фрейм создаете, не знаю, 10 тысяч элементов, а потом нужно их убивать гарбач-коллектором, и это легко очень здесь увидеть. То есть, не нужно все скрипты просматривать, профайлить, то есть, думать, где, что, почему тормозит. Очень быстро. Травмозят скрипты. Хорошо, поехали. Monohip. Количество объектов, которые вы запускаете, то есть, количество объектов моно. Грубо говоря, количество объектов, которые вы делаете в C-sharp, с помощью ваших скриптов. Количество геометрии, время, миллисигунных, которое занимает работа, видеокарта и процессор. То есть, можно быстро понять, где bottleneck, то есть, ваша игра выпирается в слабый процессор или в слабую видеокарту. Ну и общий фрейм-тайм. Заметьте, 50 миллисекунд занимает рендер фрейма. То есть, но это плохо, правильно? Как только я запустил доступный проект на... Это был iPad mini. То есть, получил всего 50 миллисекунд. Дальше я пошел оптимизировать, убрал геометрию. Ну, то есть, посмотрел. Геометрии много, да, то есть, 133 тысячи. Не очень хорошо для мобильной видеокарты при таком разрешении экрана. Так, с текстуры я уже говорил. Опять же, я быстро прибегаясь, просто из-за количества времени. Меня можно будет после презентации поймать и спросить о деталях, о которых я пробежался и не остановился и вам непонятно. Этот слайд рассказывает о том, что для... Есть набор стандартных фичей Unity, которые, в принципе, задизайнены с... что... кроссплаформенными натуральными. То есть, у них есть настройки для каждой платформы. Их можно подвыкать, да, то есть, не отдавая эту игру на переделку художникам. И сделать ее более дручной для мобилок. Хорошо. Профилирование, фичи Unity. Лоды. На самом деле, я просто не уверен, пять минут. на самом деле, я не уверен, уверен, что у меня не будет бери меня рассказать об этом подробно далее, а я хотел. Поэтому мы расскажем об этом здесь. Система лодов, чтобы она работала, нужно мучить художников. Я напоминаю, всю эту адаптацию десктопной, натуральной десктопной игры, которая была сделана, то есть, чем проще, чтобы легко было начинающим посмотреть, что и как. Вообще, уже была мысль. А! А мысль была в том, что я работала без художника, просто посмотреть, как это можно спортировать быстро. И что нужно сделать. Так вот, LOD-система Level of Details. Чтобы ее использовать уже нужны художники. По сути, идея в том, что всю сложную геометрию можно адаптировать в зависимости от, во-первых, производительности девайса, а, во-вторых, в зависимости от того, насколько она от дальности, да, то есть, или близости, как правильно по-русски, к пользователю. То есть, то, что далеко, можно рендерить меньше треугольников, ближе больше треугольников. Да, то есть, оклажен каллинг, это когда заранее, то есть, редактор, то есть, делит уровень на части, знает вашу камеру и тогда рендерится только та часть, не знаю, уровня комнаты, которую видит камера. Лайтмэпы и лайтпробы, то есть, чтобы свет, освещение не надо было просчитывать в реал-тайме. батчинг, то есть, когда геометрия, которая может быть отрисована за один дрокол, батчится, то есть, или заранее, то есть, статичная, или уже в реальном времени, это динамическое батчинг. Так, хорошо, профайлер я быстро пробегал, это я быстро пробегал, хорошо, все заняло 6-7 часов, то есть, учитывая ресордж, учитывая переделку импута, профилирование, то есть, если бы я хотел, чтобы получилось еще лучше, я бы пошел к художникам, сделал блоды, дальше, чего, уменьшил бы количество материалов и геометрии, материалов было много, ребята, потому что делали игру, чтобы ее легче было, то есть, начинающим разбирать, а юнити любят много материалов, тогда на батчат хуже, и все было на айфоне, дальше я построил на андроиде, и вот, сделал бы я так, у нас, скорее всего, осталась одна минута, поэтому я остановлюсь, есть несколько слайдов, на чем, остановимся, хорошо, базовая версия бесплатна, далее полторы тысячи за каждую платформу за девелопера, и он, девушка, говорит по-русски, она занимается, по сути, это сейлс, которому можно писать, мучить, она может выдать скидки, она вообще дружественная, она есть сейчас в Москве, ее можно поймать и замучить вопросами, предложениями, желаниями работать вместе, если не поймаете, пишите, по-русски, она читает, пишет, она сама извинится. Так, спасибо, рад вашим вопросам. А пока вы думаете о вопросах, остановимся на этом кадре, он не требует дополнительных комментариев. Поехали, вопросы. Здравствуйте, а можете сравнить вкратце, например, с Unreal или другими конкурентами? Могу, но не буду. Здравствуйте, мне, собственно, похоже, у вас есть вопрос, но более философский. Вы дальше планируете развиваться все-таки в направлении стабильности, кроссплатформенности и как бы, ну, удовольствием или все-таки какое-то будет ключевое направление выделено именно улучшению графики, там, новых фич, там, там, последних сеграфов, я не знаю. Спасибо. Тут вопрос действительно философский. Дело в том, что у разных команд есть разные мнения на этот вопрос. Например, наш GFX team считает, что нужно улучшать графику. наш core team считает, что нужно улучшать memory management и asset bundles. Editor team считает, что в редакторе очень много кнопочек, нужно делать меньше кнопочек, улучшать юзабилити. Что считают бизнес-девелоперы и сейлсы, это отдельная философская тема. Но, в общем, я хочу сказать, что компанию создали программисты и в общем программисты имеют по сути последнее слово в этой компании. Если, когда сейлзы говорят, вот нам уже в общем заплатили вот эти миллионы теперь нужно делать, а программисты не хотят, то вот эту часть у нас есть близкие партнеры, вот в частности ребята, которые работали напрямую с юнионом, да, то есть порт юриди на LG, на Nokia Маима когда-то, на другие платформы, да, то есть на которой юриди не опортировался заранее, то есть и не планировали спортировать. Мы тогда вот в общем отдаем вот эту платный порт им, а сам юриди, сам редактор, то есть внутренние команды работают по приоритетам, как, ну, не знаю, как чувствует сердце, если угодно. Еще? Вопрос такой политический, вот исходя из первых слайдов, что там говорили про миллиону долларов, скажите, пожалуйста, почему, допустим, Unity не может, к примеру, договориться с основными браузерами, типа там Firefox, Google, ну, может, Internet Explorer, чтобы их плагин поставлялся стандартно уже, и потому что, ну, я считаю, сейчас теряется большой круг пользователей. Со всеми производителей браузеров, которые готовы встроить в Applayer Unity, мы рады бы были со всеми, кто готов на эту тему общаться, мы уже пообщались, по сути, то есть, дать какому-то агрименту мы пришли только в Китай, то есть, там Unity поставляется с местным Internet Explorer, он называется Quixu 360, но мы так, но там проблемы просто внешнего трафика, да, то есть, вот им нужен, у них свой китайский интернет, остальные производители браузеров, если кратко, то идея в том, что поставлять чужой бинарный код со своим браузером очень страшно, а что, например, потому что всегда существует какой-то вариант, что это чужой бинарный код, окажется, ну, какие-то exploit, да, и, например, вдруг, если вдруг найдется условно exploit, то есть, Unity поставляется с Firefox, допустим, да, нашелся Unity exploit и через, то есть, через Firefox, через плагин Unity можно забраться на ваш компьютер и украсть данные вашей кредитной карты и логин к Windows. Цена информации, то есть, кто виноват, Unity или Firefox? в лице пользоват, то есть, пользователь будет считать Firefox, то есть, понятно, что эта информация о том, что через Firefox можно украсть ваш цену логин к Windows, распространиться моментально, это значит, для браузера как бы крест. Не готовы идти на такой риск, по крайней мере, пока, но я не говорю, что мы не работаем в этом направлении и что завтра этого не будет. Мы работаем, а работаем в том плане, что Unity веб-плеер, я не уверен, насколько я об этом могу говорить сейчас. В общем, мы работаем над некой секьюрной оболочкой, заведомо секьюрной, да, то есть, в рамках которой может запускаться Unity веб-плеер и тогда уже можно будет говорить о какой-то встраивности. Я не говорю о сроках, я не говорю, то есть, никогда, не скоро и более того, я даже не могу сказать, то есть, в принципе, сможем ли мы это реализовать. Но я говорю, что мы над этим работаем и проблема, которую вы подняли, она, понятно, важна как для вас, так и для нас. Спасибо. Планируется ли портирование среды разработки Unity на Linux просто, но на работе с Unity как раз приходится сталкиваться, Linux в основном, но дома для себя у меня основная система, вот хотел узнать. А вы купите? Да. Ну, вас двое. Нет, на самом деле я немножко утрирую, я уже упоминал, что да, то есть, Unity private developer и так далее, многие из нас фанаты Linux и буквально недавно, ну как недавно, месяц назад, может чуть больше, были большие внутренние споры, то есть, вот Linux встали и вот так вот, ну вот надо, вот, а, после GDC это было, когда, ну вот, мы на GDC девелоперов очень много возим наших, ну вот, понятно, они общаются с клиентами и очевидно, то есть, много задают этот вопрос, вот, то есть, а когда Linux, то есть, мы хотим запустить на Linux, был большой спор и как бы, то есть, там, до мордобоя не дошло, потому что было через email, короче, закончилось все тем, что наши селзы сели и подсчитали самые оптимистические прогнозы, которые учитывали вас и пару ваших коллег, которые согласны заплатить полторы тысячи долларов, нет, это не шутка и я не пытаюсь троллить, это серьезная вещь, то есть, мы посчитали энтузиастов, которые готовы заплатить полторы тысячи долларов за софт на Linux, мы посчитали студии VFX, которые традиционно работают на Linux, да, то есть, не запускают привит, то есть, ну, многие киностудии, 3D-студии, то есть, работают на Linux, мы посчитали, что если почти все из них перейдут на Linux, не перейдут на Linux, что если почти все из них будут вдруг использовать Unity, перейдут на Unity, и плюс добавили какую-то часть оптимистических процентов, в итоге все равно не хватило денег, чтобы в течение нескольких лет окупить разработку, то есть, как только рынок созреет, как только рынок созреет, мы, ну, то есть, предоставим этот порт. Пока же наши разработчики в Unity, то есть, сотрудники Unity в свободное время для себя это делают, то есть, периодически троллят комьюнити, что вот Unity и редактор запустился у них там в какой-то версии Unity. Чаще всего это разная версия Linux. Мини, совместимые между собой, но, ну, то есть, они что-то делают для себя, и то есть, как только рынок созреет, то что-то обязательно будет. Мы видим, что Linux, рынок этот растет, мы за ним следим, как и, например, рынок в abjl и html5, да, ну, то есть, глупо было бы думать, что мы не следим, то есть, мы пока не анонсируем, потому что, ну, нету для чего и смысла как бы дергать. Спасибо. А вот в продолжении предыдущего вопроса про встраивание в браузеры, вот Google же на это пошел, он встроил флешплеер, потом туда подключился Яндекс со своим браузером, вскоре Opera, вскоре 50% фронета будут иметь такой вот флешплеер внутри браузера. тут интересное замечание насчет хрома, да, но у него же своя версия флешплеера. И между прочим, она отличается от Яндексовской, если приглядеться. я не знаю, как они договорились, да, то есть какие были условия у них, я не знаю, но учитывая, что это разные версии флешплеера, скорее всего, я могу только предполагать, что скорее всего они имеют доступ к исходникам, и они сами это что-то компилируют, билдят, правильно? То есть, ну, Волков говорит, что да. Ну, вот, очевидно, наши бизнес-девелоперы пока не договорились на похожий договор или договор. Спасибо. С Яндекс.Браузером мы пытались общаться, то есть даже с Яндекс.Браузером на уровне VP по бездеву, то есть если бы можно было договориться, ну, договорились бы. Большая проблема в раздутии команды, то есть у нас, то есть Unity, да, то есть вроде Unity всюду, там все платформы Unity, там офисы, там от Японии до Сиэты и Сан-Франциско, даже в Боготи есть офис. Да, ну, то есть казалось бы, у нас должно быть очень много, много ресурсов. У нас 270 человек. И идея нас, мы пытаемся не раздувать штат, фокусироваться только на том, что действительно важно. и поэтому такие проекты, которые, ну, ну, может быть, мы не занимаемся ими. То есть даже вот перспективные платформы, которые сейчас никому не нужны, ну, вы знаете, что вам сейчас не нужно и куда вы не хотите сейчас свои мобильные игры, например, портировать, то они включали коммерческий интерес. То есть если Apple нам не платил, допустим, то перспективные платформы, которые сейчас еще не взлетели, там уже порт Юнити включал некие коммерческие интересы. Возможно, где-то в это упелось. Я могу только предполагать. Но просто я коснулся моментов, которые сложите выедино, получите ответ. А Apple вам платит? Нет, Apple нам не платит. Но с ними мы работаем очень плотно и намного-намного ближе, чем раньше. Если вспомните, когда выходил третий iOS, третий iOS, а не вдруг Стив Джобс вдруг решил запретить все движки, включая Юнити, и у нашего CEO появились новые седые волосы, то сейчас такого не происходит. Мы просто можем общаться с Apple напрямую в рамках. То есть бизнесы говорят с бизнесами, девелоперы говорят с девелоперами, мир, дружба, жвачка. Мы знаем о том, что они делают, у нас есть доступ к ранним версиям всего и всякого, все хорошо. Тут уже можно не бояться. Google намного более открыт с Android, то есть железяки все, софт весь, с другими производителями железяк, там от Qualcomm, Arm, Samsung, ну то есть по сути со всеми близкие-близкие партнерские отношения и когда ребята анонсируют свою новую красивую штуковину и Unity уже это поддерживает. Скорее, чаще всего в Альфе, потому что они но в общем надеюсь ответил на нашу вопрос. К сожалению, время уже вышло и мы хотим поблагодарить нашего захватчика. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...